Привет! А сегодня так. Всем добрый вечер. Это импровизация. Вы смотрите телеканал ТНТ. Ближайший час будет смешно. Аплодисменты нашим актёрам. Здравствуйте! И сразу встречайте нашу гостью. Сивер! Сивер! Ого! Привет, привет, привет. Как, как? Привет. Привет, 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 привет. Юле, Юле! Привет! Привет. Всё твоё, всё тебе, присаживайся. Садись, пожалуйста. Эти аплодисменты звучат в твою часть. Спасибо! Юль, во-первых, мы тебя рады очень видеть. Смотришь ли ты нашу передачу «Додыр»? Арсений хотел бы «Додыр», чтобы её смотрели обязательно. До появления вот такого гастрольного графика, как и сейчас, я смотрела эту передачу как раз-таки «Додыр». Ты готов сегодня ко всему? Да. Ты готова чумить, на чём свет стоит? Да. Тогда поехали! Это импровизация «Стоп-кадр». Рассказываю правила. Ты выходишь, замираешь, ребята думают буквально секундочку, а дальше шутки. Всё, мы примерно так и играем. Ваши аплодисменты пройдите. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну-ка. Ух ты. Ты так простоишь? Ух ты. Нифига себе. Ребята, шутим быстро, быстро шутим. Очень быстрее, молё. Девушка, ну обычно купола на спине колят, конечно. АПЛОДИСМЕНТЫ Боже, я же не могу. Мужики 2.15, мосты соединились, проезжай. Э-э-э-э. АПЛОДИСМЕНТЫ Ложечку за маму. АПЛОДИСМЕНТЫ Да уйди! Очередь! Извините, извините, я заберу свою пьянь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, вроде певица успешная припёрлась на окраину Москвы стоматологию. Ладно, давай. АПЛОДИСМЕНТЫ Блин, вроде певица известная заказывает суперэконом. Поехали. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, Юль, ну я понимаю, что тебя тошнит, но ты на дальность решила, правильно, как бы? Вот, всё, понял, отлично. Ну чё, да выпендрилась, надела папкин пиджак, тяжёлый. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, можно я выйду и будь что будет? Давай. АПЛОДИСМЕНТЫ Поменяли. Можно чё-то попроще, Полин? Извините, я заберу свою пьянь. Но надо по всем этим пройти. Юль, на этой трассе третью неделю стоим. Никто на что заберётся-то никак, а? Кошмар какой-то. Я словил бы ты. АПЛОДИСМЕНТЫ САБЗИВЕРТ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Опа! Это, Юль, ну а может уже бессмысленно клеща искать? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Пап, пап, смотри, как тётю зевернуло. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Юль, давай, меняй позже. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Блин, это тоже нелёгкая, пожалуйста. Может, лёгкую встанешь? АПЛОДИСМЕНТЫ Слушай, Иваныч, я подумал, может мы уровень купим, как ты так понимаешь, что ровный? Может как-то, ну так непонятно же, ну. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, говорите, вас ограбили два карлика, да? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, так и чё? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Юль, можно поменять позже? Давай, любую. АПЛОДИСМЕНТЫ Просто пусть стоит. О-о-о-о. АПЛОДИСМЕНТЫ О, Боже. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, окей-окей, вы меня ограбите. А как вы будете убегать на одной ноге? АПЛОДИСМЕНТЫ Мы думаем, думаем. Да-да-да. На самом деле, это очень сложно. Так, я не понял, чё ты хочешь, пнуть или застрелить? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А, обратите внимание, необычная скульптура, это гангста Будда. АПЛОДИСМЕНТЫ Юль, ну наступила и наступила. Чё собаку убивать теперь? АПЛОДИСМЕНТЫ Нам достаточно. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Это Сивер, это ТНТ, это импровизация. Опоздание. Так называется наша следующая импровизация. Сюда сейчас придут у нас Арсений и Дима, наденут наушники, а мы пойдём туда и расскажем Серёже, какую же страшную историю он придумал и уже рассказал своему шефу. Они придут, они не знают, что их друг пересказал шефу, но они должны один в один сказать слово в слово, где они проснулись, кого они встретили и что они делали. Пацаны, наушники, а мы туда. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, где проснулись? Какая-нибудь коморка в физкультурном зале? О, коморка в физкультурном зале. Окей, ладно, где последний концерт был? Вот буквально недавно. В Тамбове. Хорошо. В каком месте? Очень хорошо. Не во всём же Тамбове был концерт. В клубе. В клубе. Как он назывался? Не помню. Так, слушайте, замечательно. Проснулся в спортзале в клубе в Тамбове. Вот так вот. Спортзал в клубе? Да. В спортзале Тамбовского ночного клуба. А? Эй, Серёжа, тебя сейчас разорвёт. Так, кого встретили теперь? На любую профессию прошлого. На всякие цирюльники у вас наверняка уже были. Кстати. Нет? Цирюльник. Пускай будет цирюльник, но только знаешь, он не может быть обычный цирюльник. Он будет... Какой цирюльник может быть? Скольский. Скольский цирюльник. Мне показалось скотский. Ну, я даже явно делал скотский цирюльник. Давайте, знаете как? Скотский цирюльник даже лучше. Да, скотский цирюльник. Что делали, да? Назови любую детскую игру. Харда. Чехарда. Замечательно. А кого вот можно учить играть в чехарду? Санкт-Петербургских мажоров. Ладно, давай знаешь как? Санкт-Петербургцев забудем. Мажоров. Учили играть в чехарду мажоров. Учили мажоров играть в чехарду. Нет, нет. Учили играть в чехарду мажоров. Значит так, господин Серов, если сейчас придут эти двое и их бред хоть на буковку не совпадет с вашим, я вас уволю вместе с ними. Понятно? Товарищ Синий Пламенев, конечно, понятно, ни разу не было такого, чтобы я вас обманул. Сейчас мы посмотрим, сейчас посмотрим. О, Краснов Зеленкин, здравствуйте. Вы почему не приехали на работу вовремя? Потому что проснулись в этом? Где вы проснулись? В спортзале. На баскетбурге. В спортзале? В спортзале. В спортзале. Просто в спортзале. Но как бы не в России. Не в России? Да. Не в русский спортзал был. А, нет, в России, но в Тамбове. Помню, что скрип был башмаков и волки выли. Аууу, так. Отлично. В спортивном зале в Тамбове? Коррект. Точно? А то ваш... Ты что делаешь, дурак? Я попить хочу, а у вас только аквариум. Поставь, дебил! Поставь, говорю! У меня там рыбка, мне её жена подарила. Поставь! Ну, в спортивном зале в Тамбове ваш коллега по-другому рассказал. Но! Но! Что но? Но! Типа мы не выспались и ещё немножко поспали. У тебя инсульт? Что это такое? Нет, нет, мы проснулись на другом конце радуги. Краснов, я не сомневался, что ты на радуге проснулся. Иди отсюда, Зелёнкин. Ненормальный всё. Ненормальный. Я больше зачем я с ними дружу. Ещё раз, где вы проснулись? Во-первых, смотрите, там же была тусовка в спортзале в Тамбове. И что? И вы проснулись в... В клубе. В клубе. В клубе. Да. Ещё раз, где вы проснулись, Зелёнкин? Скажи мне, ещё раз. В спортзале в Тамбове, в котором был клуб. В спортзале в Тамбове, в котором был клуб. Уволен Зелёнкин. А, нет, мы не знали первую причину. Ты даже не расстроился, что меня уволили. Да я сейчас расскажу всю правду. Настанемся работать. Ну, давай, Краснов. Ну, вы проснулись. В спортзале. В спортзале. Но ночью. Ночью. Нет, в Тамбове. Нет, в Тамбове. Диско-шар. Диско, заткнись, ты бред какой-нибудь мне говоришь. Я понял, я понял. Что ты понял? Давайте разбросаем слова. Давайте разбросаем слова. Так, смотрите, так. Спортзал, спортзал. Тамбов, Тамбов. Бери Тамбов. Спортзал в Тамбове. Клуб. 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 Что? Клуб. Берём слово клуб. Ага, отлично. Ночной берём. Берём. Ночной клуб. Берём. Ну. Пока не складывается. Ну. Может быть ещё одно слово. Какое слово? Нет. Что нет? Спортзал. Спортзал, что спортзал? Тамбовский Спортзал Тамбовский Ночной клуб Тамбове под названием Спортзал Какой ночной клуб под названием Ты с кем там разговариваешь? С вами, я же косоглазый Ну так смотри на меня, когда ты со мной разговариваешь Косоглазый Еще раз, вы проснулись, где? Давайте мы договоримся, как вам больше нравится Спортзал в Тамбове или Тамбовский спортзал? Тамбовский спортзал Ну, переделан спортзал Тамбовский. Вы два дебила, вы пьяные? Нет, нет, Тамбовский. Да перестань говорить Тамбовский! Мне похрен на твою фамилию! Томбово. Удиспрячься за красным. Краснов, вы проснулись где? В спортзале. В спортзале. Там. Там. Бов. Пов. Скей. Тамбов. Тамбовский. Тамбовский. Тамбовского. 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 Клуба, ночного клуба. А ты говоришь, откуда у тебя Маргарита в труса? Скажите, а почему вы не поехали на работу? Потому что встретили коня. Кого же вы встретили? Корову. Корову? Да, или... Вы встретили корову? Нет, мы встретили коровьего стригауха. Коровьего стригауха. Это кто? Человек. Коровий стригаух. Перестань доить невидимые... Что вы делаете? Я вас сейчас бить начну. Да что? Встретили. А вы так не делаете никогда? Я никогда не трогаю себя за соски. Никогда. Я не трогаю. Ну а затем ты трогаешь сейчас. Ну вы в другом ракурсе посмотрите. Видите, не прикасаются. Да уйди, не прикасаются. С кого встретили? Возможно, это был коровий барбер. Коровий барбер. Коль ей барбер. Лошадиный. Коровий цирюльник. Коровий цирюльник. Коровий цирюльник. А ваш коллега по-другому сказал. А потому что наш коллега... Нет. То ли скачет на корове... Да. Ты полетел? Я вот удивляюсь. Птицы как летают? Ага. Делают то же самое. Да. Но я не лечу, они летят. Мы же на пятом этаже. Ты спрыгни, попробуй. Наверняка полетишь. Встретили кого? Возможно, это был цирюльник крупно-рогато... Нет. Нет. Не говорит возможно. Мы скажем четко. Скажи мне четко. Цирюльник домашний скотины. Уволен. Уволен ты. Скотский цирюльник. Круто. Вы встретили скотского цирюльника. Да. Вот такие прически делают. И цены у него скотские. И цены скотские. Отлично. А почему вы, его встретив, не поехали на работу? Так а мы же потом начали в чехарду гонять. Да. Начали гонять в чехарду. Да. Но там не все так просто. Там правила были, знаете, такие, на расслабоне. Как это, лежа играли или как это? Мы типа на спор чехардили. На спор чехардили. Делали что? Оценивали. Оценивали. А нет, мы, мы типа обучили, не обучили. Обучали. Учили. Учили. Чехарде. Чехарде. Да. Пацанов. Пацанов. Каких пацанов? Ну, в кольце. Блатная чехарда Блатная чехарда, машина на машину Детей пацанов Мы учили чехарде Блатных малых Блатных малых? Давайте, одна попытка Вы учили Золотую молодежь Уволен Краснов За что? За то, что ваш коллега сказал по-другому Зажравшихся Мажоров Еее Итак, вы учили Чехарде Учили мажоров играть в чехарду Стоять! Куда ты поплясал? Потеряли за жравшихся Итак, что вы делали? Учили Чехарде Учили Ты раздал, а я не играю с тобой Давай Балет Все-таки, получается, играете Играешь Туз, товарищ Синепламенев Жалко, проиграл Без премии в этом месяце Ну Что вы делали? Учили Учили, я уже слышал Пятнадцать раз Играть 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 В чехарду Да Мажоров Мажора Все Ладно, проходите Все, идите Да Суфлер Да, ребят Участвует Шостун и Матриенович, пожалуйста Не бой Все ты знаешь, правило Ты же смотришь нашу программу Как только начали щелкать пальчиками Закидываем туда слова Итак Сын Шостун Дочь Сережа Дочь криминального авторитета Съел И сын полицейского Съела Хотят сбежать от своих семей, чтобы тайно пожениться Поехали Привет, Ленка Прости Прости Я пробирался К твоему этому дому Я тебе говорю, сейчас собак на тебя спустят Ты что, у меня батя вообще Куриная лапка Куриная лапка Да, конечно Ты же знаешь Евгений Микрозовый енотик Это его Это его кодовое слово Кодовое слово Я батя расскажу Он вообще боржется Слушай, нам же нужно бежать Мы же с тобой, ну, любим друг друга Мы с тобой вместе уже День День? Я тебя с утра увидел В пиццерии, как ты жрешь Сразу влюбился Давай едем Просто у меня вот за углом стоит Скалопендра Скалопендра моя Моя скалопендра Не называй так тачку Меня коробит Батя на 12 лет подарил Ладно Я уже на ней знаешь, сколько езжу? Эээ Часик Часик Мы знакомый денек Ай, мне 12, а я уже гоняю Погоди, Пятек Чего? А ты про это? Это мне мама подарила на... Эээ... На день моей смерти На день моей смерти Ну, типа... То есть ты мертвая 12-летняя Сисястая девочка? Нет Нет Ромео, я задолбалась Ты мне воровать будешь? Все, воруем Все Ты что, на скалопендре за рулем? Сорян, садись Она закрыта была, да? Слушай, а можешь вот тут... Вот тут можешь остановиться? Ага, вот тут, где никого нет И... Сейчас же ночь, правильно? Давай из машины выйдем Дело в том, что мой батя, как бы, он же меня попросил через тебя разузнать... Породы жуков Про породы жуков Породы жуков, если ты понимаешь, о чем я говорю Про породы жуков Я понимаю, о чем ты говоришь Я один раз тебе помогу Давай Самый главный жук Что, чтобы он... Подстриг меня подмышками? Подстриг меня подмышками? Представь Че ты врешь? Забирает работу у Вальтера, ты представляешь? Батя, это не выноси Что вообще, ***, происходит? Еще раз, меня батя подослал узнать про породы жуков Под породами жуков Я имею в виду и тех людей, которые торгуют наркотиками в нашем городе Мой папа розовый енот, я, ну, младший розовый енот, понимаешь? Так что, либо ты мне выкладываешь на капот своей гребаной скалопендры всех торговцев наркотиками Либо я тебя, 12-летняя, сисястая девочка, оставлю здесь, поняла? Рассказывай, где находятся точки по реализации? Давай, быстро, я все записываю Так, первая точка У нас в школе У вас в школе В кабинете номер 12 Кабинете номер 12 Находится? Находится Лечебница Лечебница Какая в жопу лечебница у вас? Ну, лечебница! А, лечебница! Да Ты просто Когда ты что-то говоришь, ты чаще делай вот так, чтобы я понимал Все, кабинет номер 12, вторая точка где? Где, где? В черной дыре Где? В черной дыре Да, знаю, знаменитый район Рязани, заполнили Ну, и третья точка Я расскажу тебе про эту точку, только если ты Сделаешь мне Зубную нить Зубную нить Еще! Сделай зубную нить Да Я не вопрос, на тебе, зубная нить, держи Говори, где третья точка? Третья точка в... В пальцах В пальцах? С вами приятно иметь дело Все Я просто предлагаю остановить это все, пока не лопнул глаз Я в пальце, поехал Все Это Зивер Она здесь у нас в импровизации Правильный вопрос А вот да, а вот проходите, пожалуйста, господа участники И господин ведущий Короче, ты называешь ответы Они под них подбирают вопросы Какой вопрос тебе понравился Тому и что-то там придумает Дима сам Но нам надо придумать, кто они такие Какое обзывательство ты, допустим, любишь и часто используешь? Дурень Дурень? Ну да, дурень Дурень Хорошо, Арсений, ты дурень Какая черта в характер отталкивает? Прямо не нравится Ты самый такой слизкий А профессия какая? Нравится, допустим Склизкий танцор О, Сергей, вы склизкий танцор Временной период, любой, который в истории Как это было время, когда был сухой закон? О, Америка, 30-е Еее Ты гангстер во времена сухого закона Прямо дон шестуньон Еее Все, поехали Правильный вопрос Играем Добрый вечер В эфире передача Правильный вопрос Слава богу Мы снимаем у меня дома И я могу закрыться на время от участников Итак Обычно в интеллектуальных шоу Мы задаем вопросы А участники дают ответы Но только не здесь Здесь компьютер дает ответ А участники дают правильный вопрос А это получается компьютер дает ответ? О, да? Они очень жесткие Это получается так Это получается так, да? Ну в общем У нас все наоборот Поэтому обычно в финале люди получают деньги А у нас в передаче платят мне Вот теперь давайте знакомиться Дебил номер один Здравствуйте Меня зовут Василий Айкью Очень приятно Это что, получается Мне надо вам руку пожать? Участник номер два Добрый день Как говорится Румба Это танец любви Понятно? И меня зовут Вальтер Участник номер три На вас вся надежда Да, здравствуйте Меня зовут Джонни Если на этих съемках Меня не покормят И вас покормит мой Томпсон Я обучу вас твисту Я обучу тебе жрать свинец, Гиюга Начнем Итак, наш компьютер должен дать ответ И первую категорию выберу я Это будет категория Музыка О, это мое Юная скрипачка Юная скрипачка Ага, бищу Участник номер два Кто никогда не станцует джайв? Юная скрипачка Почему? Да, не знает Не умеет Понятно Не научилась Потому что скрипачки не танцуют Они скрипят Танцуют танцоры Такие, как я Что ж, за этот вопрос Вы должны мне пять тысяч рублей И за танец еще 20 тысяч В чем причина Отвечает джайву Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да Юная скрипачка Это джайв Это джайв Да, участник номер два Антоним старой скрипачки Юная виолончелистка Нет, старая скрипачка Итак, подведем итоги первого раунда Участник номер один Минус семьсот рублей Участник номер два Минус двадцать тысяч долларов И пять тысяч рублей Участник номер три Пока по нулям Участник номер два Вы в самых больших долгах Выбирайте категорию Категория деньги Уважаемый компьютер, дайте нам ответ Из категории деньги Жирный пресс Жирный пресс Участник номер один Я в раздевалке подглядел У участника номер два Жирный пресс Та-да-да-да-да-да-да-да Участник номер три За последнюю партию виски Мне заплатили Жирный пресс Участник номер три Да Дайте я вам позвоню Давайте Да-да У нас тут надо смешно А Ладно Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Да, участник номер два Что будет Если пресс Обмазать жиром Жирный пресс Бинго! Участник номер три Да-да, возьмите трубку Алло! Ну хотя бы так Ага, понял Мы сейчас спросим у компьютера, кто, по его мнению, был лучшим в этом раунде Я что-то все вброснула Она мне нравится Давайте отдадим Дурень У него такая милая прическа сегодня Дурень! Вам выбирать категорию Любимые песни певицы Зиверт Любимые песни певицы Зиверт У вас займой компьютер? Любимка Любимка Мам, закрой дверь Да, вы участник номер один Как я называю свой махровый носок? Любимка Участник номер три Под какую песню я убираю всех своих конкурентов? Любимка Время пострелять Итак, уважаемый компьютер, время выбрать лучший вопрос Вам выбирать категорию? Я выбираю категорию модная одежда Модная одежда Сиреневый подъюбник Подъюбник, сиреневый подъюбник Два, три Участник номер два Что я помню из детства, проведенного с бабушкой? Сиреневый подъюбник Позвони ему Алло! Спросите участника номер три, он знает, что делать Надо смешно Ложечку за папу Участник номер один, вы мне пока нравитесь, давайте Сегодня холодно, поэтому под штаны я надел Сиреневый подъюбник Уважаемый компьютер, настало время суперфинала Два участника пройдут суперфинал Одно ничтожество отправится танцевать свои танцы где-нибудь В другом месте Но решать не мне, решать вам, компьютер Итак, кто покидает игру? Эээ, склизка Склизкий танцор! У вас есть право на последнее слово Нет, я передумал, убирайтесь Итак, время суперфинала Я выберу категорию Компьютер даст ответ И каждый из участников должен дать правильный вопрос Итак, уважаемый компьютер, дайте нам ответ из категории Интим Зелененький дилдо Участник номер три, ваш вопрос Все это время у меня в руках не сигара, а зелененький дилдо Ееееееее Вот проездной, дайте мне компот Да, участник номер один Можно мне домой? А то у меня ровно в двенадцать моя карета превратится в Зелененький дилдо Что ж, уважаемый компьютер Нужно выбрать победителя этой игры Я напоминаю, на кону среднее образование Поэтому имейте это в виду, глядя на первого участника Ну как может проиграть человек, который всю программу курит в зеленый дилдо Что ж, участник номер три Сегодня удача улыбнулась вам Участник номер один Как говорится Ой, это смешно На вашем языке До свидания Странный ресторан Вот вам что мы будем играть Ты сядешь в ресторашку Но только до этого я пойду и ребятам скажу Какие же странные названия у этого ресторана Дальше они будут валиться просто в этот ресторан Разными персонажами Собирая информацию И в определенный момент ты выдашь название этого ресторана Если память, как у рыбки говорят Будет все просто Поле чудес первое Второе Приключения депутата Ну и последнее Дом культуры Читайте меню Это что-то связанное с Поле чудес Честно, это самое быстрое отгадывание за всю историю, которая была Браво Едем дальше Вот смотрите, вам две кнопки Это за и против Вы будете кушать? Не надо с ним разговаривать Офигевший официант Две кнопки Для голосования, я так понимаю За или против Кнопку нажмите Извините, есть еще воздержусь За и против Или воздержусь Кушать будете? За или против Или воздержусь Просто нажмите кнопку На Зажрались Это жесткая месть за Поле чудес Да, сейчас будет Это Здравствуйте Какое-то отсутствие выбора Как отсутствие выбора? Мы вам меню принесли Более того, девушка У нас в ресторане акция Акция Если мы у вас в гараже Найдем 15 миллиардов Вы прямо отсюда уедете на наш курорт В тюрьму Хотите? Прямо сейчас Абсолютно бесплатно Заходите? Блин, я не жарю в политике, ребят Вы из Думы? Судя по пиджаку Да Из Думы? Угу Значит, вы кто? Член какой-то партии Вы член? Член какой-то партии Отлично Я пойду на кухню посоветую Что-то Акция Акция Да-да-да-да-да-да Я на кухне ничего не узнал Расслабьтесь Оливье, говно Оливье, говно Запишем Повар внесет поправки Внесем поправки Вы кто? Депутат Спасибо Ель, классное свидание Мы же сейчас идем в кино Так Но мы еще не выбрали На какой фильм Так На какой жанр фильма Ты хочешь пойти? На На детектив? Нет, на это Не пойдем Давай на другое Какой-нибудь Типа Индианы Джонса Что-то Ну, жанр фильма Приключения Вот На него и идем Мы идем на приключения Юля, оба слова были уже произнесены Это Это приключения Так вот о приключения Приключения депутата Аллилуйя Давайте, понеслось Официанта вызывали Фанфары включи Фанфары, говорю Фанфары включи Спасибо Вы так удачно к нам зашли Сейчас специально для вас Наша концертная программа Хор Мы дуэт Трио, простите Журавлиный взмах Село Верхняя Колыбелка Винта принеси Винта принеси Это что-то советское Да? Девушка Я вам хочу сообщить с превеликим удовольствием Что у нас тут С девяти до десяти Такие танцы Бог ты мой, все новинки ставим Крейзи Фрок Аксель Эф Нэнси Карандаш я беру по бумаге в виду Классно Классно Вот любая бумажная купюра Вот это вот, знаете Классно будет А по субботам А по субботам В фойе нашего ресторана Меховая выставка Да! Это что-то такое родное А по воскресеньям На втором этаже Ярмарка меда Может я не знаю этого слова Знаю Ребята, объясните как-то по культурней просто Это все Это дом культуры Видел как? Клех туда я проник Два миллиона мышеловок И два парня, которые нам нужны Ваша, кто играет? В общем Будут участвовать Разутыши Забирайте очи. Итак, ситуация. Диман, ты будешь муж. Арсений, ты жена. Муж нашел очень дешевые путевки. Он и жена где-то под Геленджиком. Поехали. Ты просила пляж. Гуляй. Ой, блин, галечный. Ну, галечный. А че ты там? А че, хочу лежак занять. К тебе подойти или ты там... Ну, ты как мужчина, мне казалось, ты так чик и расстелишь там. Ой, только не начинай опять. Иду. Любую цифру от одного до пяти. Четыре. После каждой фразы вы должны делать навстречу друг другу четыре шага. Я с тобой не разговариваю. Ты че, расплакалась? Иду, иду. Как ты умудрился на дверь встать. А! Ай, любимая. Три. Четыре. А, любимая. Все, супер. Дальше без ограничений. Лупите. Ну, я говорю, ну, хватит дуться. Нормальный же пляж. Че ты сказал, что я дуюсь? Я кайфую. Море. Лежак. Галька. Ноги у меня все в крови. Я об этом только и мечтала. Самый нелюбимый жанр кино. Мелодрама. Мелодрама. Давайте страдайте. Говорила мне мама. Дочь. Не выходи за этого. Скупердень. А че вот ты начинаешь? А? Да потому что я не люблю тебя. Да это я не люблю тебя. Да я не люблю тебя сильнее. Я тебя так не люблю, что, что у меня другая есть. И я ее тоже не люблю, но я с ней, потому что я тебя сильнее не люблю. Спокойно. Слушай, дорогой, ну, может быть, все-таки заплатим за лежак? Че прям на коленях загорать? Да. Ну что? Заплатим. Да. А ты где, во-первых? Ну, я вот она. Я думал, а ты вообще никого, ну, кроме меня вообще не видишь. А ты меня не видишь, а всех видишь. Ты просто такая худенькая, что я... О, ну... Да че ты ревешь? Ты меня вообще не понимаешь. Я не реву, я первый раз на комплимент отреагировал. Все, уходим с пляжа, пошли чемоданы в номер отнесем. Кстати, тупая была идея, из аэропорта сразу на пляж. Ты сказал, пойдем море глянем. Любой жанр танца, какой тебе нравится? Румба. Румба, танцуйте. О-о-о! Это же не танго, куда ты меня ташь. Ну, это ведь тоже вертикальная демонстрация горизонтальных желаний. Ты же знаешь, я эту румбу завожу. Ужны, хорошо, что на пляже никого нет. Ай, ты... Лида! Че такое? У тебя там опять бобо? Спокойно, без ограничений. Ну? Жестко. Да крабик укуси. Крабик укусил. А хочешь, Лида поцелует? А, я не хочу. А че это ты уже пять лет не хочешь? Ты че, на гадки трахаться собралась? Ну давай на чемоданы вон сядем. Давай. Лида, как... Блин, я не люблю, когда ты меня там трогаешь. Да я... Где там? Сейчас вообще разозлишь меня, это... В кулачок и на бочок. Это был действительно крабик. Лида, да пойдем отсюда, мне не нравится этот пляж. Пойдем сумки положим в отель. Стоп. Любую эпоху назови. Какую, какую? А, хиппи? 70-е? О, отлично. Хиппуем, ребята. Лида. Слышай. А я подумал, ну, у нас же свободная любовь. Ну да. Если я, ну, как бы, буду чпокаться со всем пляжем, норм? Ну, лишь бы не было войны. Джон Леннон умер. Че с вами? Все? Произвольно? Ты че разревеешься? Да я че-то про Джона Леннона вспомнила. Да он когда уже, ну че? А я сказал, Джона Леннона. Джона Леннона. Джона Леннона. Собственно, отель. Ну вот. За тобой, Лида. Ты знаешь, я не люблю ресепшены. Любое цирковое искусство. Цирковое... Жонглирование. Отлично. Диман, ты жонглер. Арс, ты женщина-змея. Дамы и господа. Смертельный номер. Какой гибкий. Еее. Остановим это. Мы говорим огромное спасибо за эту программу. Юлий Диве. Спасибо. Ну а попрощаемся мы тоже импровизационно. Ты единственная красотка на пляже. А мы холостяки, которые хотели бы тебя все намазать кремом. Боремся за твое внимание. Э! Опа! Э, э! Куда ты? Дай я, нахуй. Я просто полью вверху. Дай я, погоди. Куда паса? Стой, стой. Нормально намазать сейчас. Стоять. АПЛОДИСМЕНТЫ